Я пишу стихи, но, правда, сейчас уже не в таком масштабе, как раньше. Вот, и начала писать, ну, примерно, наверное, когда была в вашем возрасте. То есть, наверное, ну, это было в вашей истории. Да, он в среднем по сколько лет? 14. 14? От 9 до 15. Ну, вот я примерно, наверное, так же, где-то от 12 до 15. Ну, началось все задание по литературе, ну, и дальше как-то все так пошло, что все это превратилось, развилось и так далее. Ну, рассказывать особо нечего. Ну, я занималась во дворце детского творчества в городе Железнодорожном. Здесь рядом, в творческом объединении «Новые имена», у преподавателя Светланы Федоровны Ткаченко. Вот. Ну, занималась я там во всем. И к концу того, как я закончила школу, сейчас я на третьем курсе. Правда, не совсем поэтического университета. Экономического. А себе больше нечего. А почему вы ставили писать стихи, а почему такой интерес возникли? Потому что школьное задание, это понятно, но все-таки вы решили заниматься этим более серьезно. Почему? Ну, не знаю, наверное, потому что какие-то мысли начали возникать. Ну, как бы такой возраст, наверное, был, когда задумываешься о каких-то вещах, там, таких вот жизненных, философских, и как-то ищешь ответ, наверное, на этот вопрос, и поэтому хочешь что-то сказать людям. А какие поэты вам близки вообще, какие поэты служили вам примером, на кого бы вы хотели? Ну, вообще, когда я только, ну, начинала писать, мне очень нравился Борис Пастернак, а сейчас таким самым любимым является Евгений Евтушенко. Евгений Евтушенко. Советский, 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 да? Советский, да? Советский, да? Хорошо. А какую тему, любишь тебя? Какая любимая тема? Ну, в двух словах сказать так уж невозможно, но, наверное, как бы о жизни, о том, что окружает какие-то вопросы, там, не знаю, что такое честь, совесть, ну, такие понятия. О городе нашей, да, цифру? О городе? О железнодорожном. Ну, есть о родине, как бы, в общем, в целом. Конкретно, наоборот, наверное, обратно. Хорошо. Вы же там что-то почитаете, стихотворение, которое вы выбираете? Ну, честно говоря, я не выбирала, поэтому я не знаю, какое вам будет интересное стихотворение. А вот сейчас мы и проверим, какие будут, наверное, интересные. Ну, желательно, разных тематик каких-нибудь съемок. Ну, такое вот стихотворение, но он достаточно такое, ну, давнишнее и раннее, наверное, классе девятым будет. Называется «Путь собой». Для всех людей понятным ты не станешь. Одни поймут, другие осмелут. Ища себя, себя же потеряешь, и не найдешь единственный свой путь. В народе есть известная традиция, что непонятно – значит то смешно. И в утверждение этом усомниться им, наверное, не будет уж дано. Но будь собой, пускай не понимают. Не будь похожа на пустой сосуд, который без разбора наполняют, использовав, а камень разоблют. Ну, кто такой фактик этой? Смех. Хорошие слова. Будь собой, будь как все. Если ты понимаешь, что ты где-то в большинстве в каком-то есть момент задуматься, если не задуматься. Сема. Еще. Это в девятом классе? Кто в девятом классе учится? Никто. Все перескочили? Миша. Миша будет в девятом классе. А ты стихи не пишешь, Михаил? Нет. Так, еще. Ну, наверное, стихотворение такое, под наплывом какого-то стихотворения Яхтушенко. Ну, то есть я читала его сблотник, и вот такое пришло, не знаю почему. Нет единого причала, Снова надо плывать. Начинаю все сначала, И плыву другое искать. Задержусь на миг, и снова продолжаю путь вперед. А покой не жду такого, А совсем наоборот. Путь не хочет мой кончаться, А совсем наоборот. Мне в дом мира доключаться, Чтоб услышал весь народ. Чтоб в Париже и Мадриде Мог услышать человек Из безжалостной кориды Вырвать напрочь этот век. Не ищу себе покоя От дороги отдохнуть. Ну и пусть, не жду такого, Отправляюсь снова в путь. Аплодисменты. 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 На оборудке, Это вот такое изображение. Это рисунок тоже воспитанницы Светлана Каженкова, Сергеевой Варвары. Она нарисовала его, И, по-моему, было 8 лет, или 9 лет. Вот такое вот. То есть, всестороннее образование было. Это все в доме пионеров, да? В доме детского дружка. В доме бывший, да? В доме детского дружка. Ну, он был, когда я только начинал, там учиться в доме детского дружка, а потом дворец детского дружка. А кто-нибудь занимается там? Правильно, вы занимаетесь туда ходите? А в какой школе учились? В 10-й. В 10-й. А кто в 10-й учится? В городе. В 10-й. Расскажешь. Надюшку учителям расскажешь. Я бы встречался. Запуститься в нашей школе. Удающийся поэтессой. Ну, я не знаю, что же вам еще почитать. Что-нибудь о родине. Да, что-нибудь о родине. Ну, вот, наверное, такое. В жизни своей не прошу я у Бога. Славы, подарков, подарков и почестей. Лишь бы достойно пройти мне дорогу. Душу раскаянию выберет дочество. И ничего сейчас мне не надо. Мира прошу для людей и для Родины, чтобы почаще являлась нам радуга, чтобы не клестала дождем непогодится. Радости выше для всех пожелаю я. Небо лазурно спокойного, синего. И попрошу, чтобы Родина, мать моя, стала сильнее еще и красивее. О любви, ребята, очень. О любви, по-моему, нету. Как-то немножко нету на такую тему. Ну, наверное, такое еще тоже есть про Родину. Ну, не совсем может быть так. Вот, это даже немножко такое стихотворение, которое навела мне моя одноклассница и самая близкая подруга Маша. Называется «Свет отчета». Все кажется, что счастье где-то там, что скрыто за порогом, за границей, и, доверяясь призрачной мечтам, мы продолжаем снова в путь стремиться. Но погляди, день распахнул окно, и вот оно, многоголосье жизни. Нам отрождение многое дано, а счастье там, где свет твоей отчизны. Я выступала только на первом курсе, когда там был какой-то конкурс, но как-то там все очень сумбурно, и, в общем, мне не понравилось, и, конечно, лучше не выступать. А так, в вечерах, в городе, возможно, на фестиваре, мы смотрим, что происходит. Ну, как там? Не знаю, славянской культуры, фестивали, поэты, но уже целое общество есть, поэтов, композиторов, проводятся мероприятия. Я был очень удивлен, когда я позвонил в комитет культуры, что вас не знают там абсолютно. Ну, обратите внимание. Вот так для наших, может быть, координат оставить, или нам будут приглашать. Я буду рад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!